друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов ну что ж после вялого понедельника сегодня мы смело можем настраиваться на рост волатинности в понедельник обычно никаких важных релизов и не выходит не публикуются обычно понедельник проходит довольно спокойно в этот раз как вы помните на понедельник еще и выпал пораничный день в сша день памяти поэтому вместо того чтобы активно торговать по факту определенного рода событий я имею ввиду сделку между республиканцами и демократами многие просто наслаждались длинными выходными но сегодня они уже трейдеры вернуться на рынок и я призываюсь друзья если вы тоже как и готовить к мощным движениям повышенной волатильности то конечно же изначально должны понимать что нужно контролировать риск-менеджмент следить за плечами загрузка депозитов и обязательно ставить стоп-лоссы в тех сделках которые вы проводите ну что ж к нашим традиционным инструментом за которыми мы следим хотя добавлю что если проанализировать повестку экономического календаря сегодня нас ждет отчет по уровню доверия потребителей в 14.00 по GMT посмотрим как этот релиз повлияет на вероятности изменения ключевой процентной ставки по итогам июньского заседания вероятность сейчас очень сильно колеблется и меняется буквально таком размашистом широком диапазоне буквально в ходе вчерашнего брифинга перед тем как его начать я смотрел инструмент фэдвотч и вероятность повышения ставки в июне в сша была 68 процентов сейчас это уже 57 процентов хотя как мы помним вчера какой-то значимой статистики и не было и конечно же будет интересно посмотреть как это вероятность изменится после публикации отчета по нон фарм фэрлс который выйдет в эту пятницу если вернуться к индексу доллара сейчас котировки 104.18 на рынке по-прежнему обсуждают сделку между байденом и маккарти якобы это фон который все еще останется катализатором и триггером для движения всех сегментов финансовых рынков согласен я с этим или нет это наверное не совсем правильный вопрос потому что если признать я факт все-таки достигнутого компромисса после довольно продолжительных переговоров я пожалуй скажу так что я разделяю точку зрения тех кто считает что финальные подписи под этим документом под сделкой по потолковым сыростным долгом это самая элементарная и простая формальность но есть те кто любит копаться в каких-то кулуарных интригах и считают что еще рано говорить о том что этот фундаментальный фон и это событие можно убирать на какой-то второй или третий план потому что сделка и договоренность на высшем уровне на уровне руководителей обоих партий это конечно же очень хороший хен значительный шаг вперед и база для уже окончательного соглашения но этот эту сделку скажем так нужно еще оформить все формате законопроекта и потом представить на голосование в обе палаты конгресса сенат и палату представителей кстати говоря это произойдет уже собственно завтра и только лишь после того как уже на межпартийном уровне документ будет окончательно принят можно будет говорить о том что сша точно уже финально окончательно смогли отсрочить вот этот вот а дефолт экономическую катастрофу поднятием потолка государственного долга и вот это их интриги сейчас добавляют отдельные заявления представители республиканской демократической партии которые некоторые из них считают что сделка не соответствует опять же тем условиям которым должна соответствовать она крайне невыгодна но республиканцы говорят для них демократы считают что демократ пошли на слишком много уступок поэтому те кто как раз так радикально настроен и не согласен с отдельными положениями сделки считают что и заявляют заранее что завтра на голосование не будут поддерживать этот документ интересно конечно будет посмотреть друзья как будет обстоят дела на самом деле но я думаю что в этот раз каких-то сюрпризов уже не последует и в конечном счете сделку прим ты мы сможем сфокусироваться на нашей старой доброй излюбленной теме торговли индексом доллара в соответствии с настроениями и позиционированием и ожиданием того как будет меняться ключевая процентная ставка что будет делать фрс по итогам июньского заседания это даже риторический вопрос никто не знает я думаю что сам американский регулятор тоже не знает потому что он реагирует на текущие экономические условия на момент заседания но если отметить опять же тот факт что все же статистика влияет на вероятность повышения процентной ставки мы можем подготовиться к какому-то развитию событий заранее то сейчас каждый день рекомендую мониторить инструмент файдвотч смотреть за тем во что верит рынка я начал свое выступление с того что вероятность повышения процентной ставки снизилась практически на 10 процентов вас вчерашней торговой сессии сегодня у нас на повестке уровень доверия потребителей хим ну конечно же не тот отчет о котором можно говорить как о значимом катализатор являющим на рыночное настроение но вот в четверг например перед нонфарме будет отчет и дипи который представляет частную оценку состояния американского рынка труда в пятницу нонфармы и эти релизы конечно же очень сильно повлияют на то что и во что будет верить рынок а по факту предстоящего июньского заседания я сторонник того что лучше бы американскому регулятору ставку не повышать и аналитики кстати глуман сакс считают что в июне ставка останется на прежнем уровне 5 25 сотых процента они делают очень большой акцент на нестабильности и тяжелое положение американского банковского сектора если вы следите за моим аналитическим контентом знаете что я в принципе тоже наделал очень большой акцент на то что сейчас ни в коем случае не нужно дополнительно повышать стоимость заимствования и ужесточать условия кредитования в тот самый момент когда экономикой так сталкивается с кучей проблем по индексу доллара друзья моя рекомендация и лично моя субъективная торговая скажем активности остается прежней неизменной я думаю что индекс доллара очень высоко задрали и пола пора бы его уже спустить к уровням пониже золото 1939 долларов за тройскую унсу 72 процента а трейдер в золото покупает ранее в ходе вчерашнего брифинга уже акцентировал ваше внимание что вместе с толпой торговать не стоит рынок как правило сначала показывает движение против толпы и с учетом того что золото уже 1939 долларов за тройскую унсу путь не меньшего сопротивления для золота конечно же сейчас а вниз меня это расстраивает потому что очень хочется уже побыстрее купить золото но против опять же толпы точнее вместе с толпой я сейчас торговать не собираюсь еще один тревожный сигнал о том что институционал начинает выходить из золота опять же на прошлой неделе количество спиктивных позиций снизилась практически на 20 тысяч 180 тысяч до 160 может быть это было опять же связано с резким ростом курса доллара и неопределенности который присутствовал в целом на рынке может быть настроение изменится уже в рамках этой недели посмотрим по британской валюте комментировал мою позицию она вам должна быть известна я покупаю фунт в расчете на агрессивное повышение процентной ставки уже 22 июня доллар иена были вопросы стоит ли сейчас шортить либо стоит удерживать длинные позиции котировки 140.28 до максимум больше чем уже за 5 месяцев и поддержку доллару сейчас оказывает не только сильные данные ожидания того что американский регулятор может повысить процентную ставку но нужно еще и признать что и японская не оказывает никакого сопротивления потому что банк японии руководство банк японии все еще отказывается корректировать монетарную политику я полагаю что было бы правильно сейчас дождаться нового триггера для рынков это отчета non-farm pearls посмотреть затем как изменится рыночное настроение и в том числе уже после этого принять решение как торговать в том числе и пары доллара японская иена и рынок нефти 76 62 доллара за баррель по бренду сейчас кайман указывает на то что большинство трейдеров бренд покупают я сторонник того что есть еще потенциал для снижения хотя понимаю что фундаментальный фон сейчас больше располагает покупкам на долгосрок мы обязательно зайдем длинные позиции но думаю что будет возможность еще зайти с более низких ценовых уровней на этих выходных состоится заседание опека открытие понедельника будет интересным думаю что до пятницы друзья мы можем еще сходить ниже 75 долларов а за на бар на этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии всем пока